И снова привет тебе, любимый зритель канала Техноарена! В этом выпуске я расскажу тебе о лучших моделях экшн-камер. На первое место рейтинга становится модель Insta360 ONE X3. Уникальна камера тем, что обладает сразу двумя объективами с двух сторон, то есть позволяет снимать видео на все 360 градусов. А целых 4 микрофона точно также записывают весь звук вокруг. Именно с этой камерой можно записывать эффектные ролики в стиле Bullet Time. Типа того, как это было в фильме Матрица, когда камера вращалась вокруг объекта в замедленном действии. Но для этого понадобится специальное приспособление в виде селфи-палки. А еще эту модель научили распознавать на видео, снимаемом в формате 360 автора и преобразовывать ролики сразу в широкий формат. То есть можно спокойно снимать все вокруг, не беспокоясь, куда направлен объектив. Умная начинка сделает все сама. Собственно, не обязательно всегда все снимать в формате 360. Можно использовать любой из объективов для широкоугольного формата. Интересно выглядит цифровая стабилизация FlowState. Какая бы тряска и неожиданные повороты сюжета не присутствовали при съемке, кадр будет ровным и плавным. В режиме 360 стабилизация работает на этапе постобработки. А при съемке с одного объектива выравнивает изображение сразу же в реальном времени. Камера упакована в приятный на вид и ощупь компактный корпус. Его максимальное измерение длина составляет всего 11 сантиметров, а весит около 180 граммов. При всем при этом внутри инженеры умудрились разместить емкую батарею на 1800 мАч. Ее должно хватить примерно на 70 минут непрерывной записи. Корпус надежно защищен от попадания влаги, поэтому с ним можно спокойно плавать на небольшой глубине. Если же тебе нужно занырнуть поглубже для получения редких кадров, то придется обзавестись аквабоксом. Экран у камеры свой собственный, размером 2,29 дюймов. Размещен на одной из сторон корпуса. Есть функция автоматического отслеживания объекта в кадре. В общем, идеальная камера для активных людей обойдется примерно в 49 тысяч. Если найдешь модель себе по душе, то сразу же загляни в описание. Там есть все необходимые ссылки, сценами и подробной информацией. Плюс промокод, который поможет немножко сэкономить. На второе место становится комбинированное устройство для съемки экшн-сцен DJI Pocket 2 Creator Combo. Представляет из себя и камеру, и трехосевой стабилизатор в одном лице. Причем упаковано это все в очень компактный вид. Поместится в любую сумку или достаточно большой карман. Можно снимать даже одной рукой, при этом создавая видео-шедевры в разрешении 3840 на 2160 на скорости 60 кадров в секунду. Чтобы не терять объект в кадре, во время съемки камера предлагает систему слежения ActiveTrack 3.0. Сама найдет, сама распознает и будет держать в фокусе нужного персонажа. В камеру из коробки интегрирована возможность съемки различных видов таймлапсов. Помимо классического с ускорением времени есть Motion Lapse и Hyperlapse. Естественно, нельзя не отметить эффективную моторизированную стабилизацию, которая практически при любых условиях будет удерживать кадр ровным и плавным. А еще камера сразу же готова снимать видео в формате HDR. Для фиксации самых мелких деталей, находящихся где-то далеко, предлагается восьмикратный зум. В составе комплекта тебя ждет достаточно богатый набор аксессуаров. Среди них есть мини-джойстик для управления, крепление для штатива, ремешки и адаптеры для штатива, а также меховая защита от ветра на микрофон. Обойдется все это счастье примерно в 46 тысяч. Обязательно подпишись на канал Техноарена, чтобы всегда самым первым узнавать о новинках и актуальных предложениях из мира электроники. Ну и конечно поддержи меня своим лайком и комментарием. На третье место моего рейтинга становится модель GoPro Hero 12. Компактная камера длиной всего чуть более 7 сантиметров. На себя сразу же обращают внимание два экрана, расположенных с разных сторон корпуса. Основной размером 2,27 дюймов, а дополнительный 1,4 дюйма размещен рядом с объективом позволяет снимать селфи. За стабилизацию кадров в движении отвечает система HyperSmooth 6.0. Максимальное разрешение видеосъемки может достигать 5,3 к, при этом на скорости до 120 кадров в секунду. Корпус уверенно держит погружение на глубину до 10 метров. Кроме того, неплохо переносит падение и физическое воздействие. На объектив инженеры нанесли специальное гидрофобное покрытие, поэтому при съемке с участием воды кадры всегда будут оставаться четкими и различимыми. Еще из интересностей выделю наличие встроенного механизма блокировки горизонта. Как бы ты не вертел камерой, снимать она будет строго горизонтально. Аккумулятора емкостью в 1720 мАч хватает примерно на 70 минут непрерывной записи. Батарея используется особенная, типа Enduro. Прекрасно себя чувствует себя даже на холоде. Съемка в режиме расширенного динамического диапазона доступна из коробки даже для форматов 5,3 и 4К. Если у тебя есть несколько таких камер, то ты сможешь их синхронизировать между собой и совместить нужные кадры в постобработке. А еще модель обладает встроенными дополнительными инструментами для создания самых разных ночных и дневных эффектов. В общем, с ней не заскучаешь. Обойдется модель примерно в 35 тысяч. На четвертое место становится еще одна модель от марки DJI. Osmo Action 3 Standard Combo, и это тоже компактная экшн-камера длиной всего около 7 сантиметров. Своим внешним видом напоминает предыдущую модель. Здесь тоже установлено два экранчика с разных сторон. Один основной, второй для селфи рядом с объективом. Стабилизация работает должным образом, уверенно держит картинку ровной и плавной, вне зависимости от ситуации. Он может снимать на скорости в 120 кадров в секунду даже в разрешении 4К. В комплекте тебе дадут стойкую к низким температурам батарею емкостью 1770 мАч. Даже при минус 20 градусах по Цельсию обеспечит непрерывную работу в течение двух с половиной часов. Водонепроницаемость корпуса тоже прокачана, можешь снимать на глубине до 16 метров без каких-либо дополнительных аксессуаров. Качество съемки модель выдает отличное, комплектация богатая, можно сразу же приступать к работе. Стоит эта модель около 32 тысяч. С моделью DIGMA DECAM 790 на пятом месте плавно переходим к экшн-камерам классом попроще. Своим корпусом и внешним видом похоже на пару предыдущих моделей, то есть имеет компактный корпус с двумя экранами. Производитель уверяет, что камера готова к погружению в воду, однако точных параметров глубины не приводит, так что глубоко с ней лучше не нырять. Матрица позволяет снимать в полноценном разрешении 4К на скорости 60 кадров в секунду. Есть встроенная поддержка режимов таймлапс и слоу-моушен. Можно задействовать модель в качестве веб-камеры или вообще управлять прямо со смартфона, что довольно удобно. Есть даже цифровая стабилизация. Конечно, до возможностей топовых камер вряд ли дотягивает, но банальное дрожание и небольшую тряску устраняет. В общем, недорогая компактная модель для любителей обойдется примерно в 7600 рублей. На шестое место рейтинга становится SJCAM SJ4000. Компактная бюджетная экшн-камера с максимальным разрешением при съемке 1920х1080 на скорости в 30 кадров в секунду. Внешне выглядит довольно просто. Прямоугольная коробочка с экраном на 2 дюйма и объективом. Модуль Wi-Fi, обозначенный в названии, необходим здесь для соединения со смартфоном и непосредственного управления через приложение. Камера установлена съемная емкостью 900 мАч. Ее должно хватить примерно на полтора часа работы. Из коробки корпус выдерживает погружение на глубину до 5 метров. Для заплывов еще глубже потребуется установить аквабокс. При необходимости можно использовать эту камеру в качестве видеорегистратора для автомобиля. Очень простая модель для новичков и любителей. Обойдется примерно в 6700 рублей. Завершает мой рейтинг необычная бюджетная модель X-TRI XTC 264. Внешне выглядит точно так же, как и предыдущая. На корпусе установлен небольшой дисплей размером 2 дюйма и объектив. Самое интересное заключается в том, что она умеет снимать в разрешении 4К, да еще и на скорости 60 кадров в секунду. Есть режим циклической съемки, а также функционал автоматического старта. Это позволяет использовать камеру в качестве видеорегистратора для автомобиля. Модуль Wi-Fi дает возможность подключаться к смартфону и перемещать записанный контент беспроводным путем. Батарея установлена емкостью 1050 мАч. При необходимости заряжать ее можно от внешнего пауэрбанка или работать от него напрямую. Обойдется эта модель примерно в 5800 рублей. Если ты нашел подходящую для себя экшн-камеру, то сходи в описание, там есть все необходимые ссылки с ценами и промокод. Подпишись на канал Техноарена и поддержи меня своим лайком и комментарием, а сейчас пока жду тебя в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok